Конобу Ру представляет Долгие годы и бесчетное количество игр научили нас не верить их создателям на слово. Хидео Кодзима вовсю работает над очередным последним метал-гиром, а финальная фантазия Сакагучи уже вот-вот выйдет в Японии. Вернее, последняя история, The Last Story, если верить названию. На этот раз приключения нас ждут на острове Рули, который является неким окном в Европу, перевалочным пунктом для путешественников, наемников и торговцев. Именно туда, чтобы стать рыцарем, отправляется главный герой, юноша по имени Эльза. А поскольку игра японская, то он очень быстро заводит друзей, и вот они уже готовы покорять столицу и ее окрестности, расчищая путь к успеху мечом и магией. Кто-то подсказал японцам, что так делать игры больше нельзя. А всплывающие каждые пять минут диалоги не только тормозят прохождение и раздражают, но еще и выглядят очень неестественно. Поэтому история персонажей, их взаимоотношения будут раскрываться в беседах во время пути или даже стычек. Но в пылу боя игроку и так будет чем себя занять, ведь систему битв можно назвать тактической. В режиме паузы напарникам раздаются команды, да и у каждого из приключенцев свои особенности. Эльза способен отслеживать запланированные атаки врагов, маг-сирота Юрис с помощью колдовства не только голову противнику снесет, но еще и стену на него обрушит. Ну а загадочная мономия — медик, просто медик. На самом деле ролей гораздо больше. Например, лидер команды умеет не только прицельно стрелять из арбалета, но и самостоятельно атаковать приближающегося противника. Ставшая популярной настройкой внешности, наконец, добралась и до самой последней истории. Естественно, в мультиплеере. Перед кем еще красоваться? Да-да, в игре есть целых два режима сетевой игры. Совместное избиение монстра, как в другой японской игре про охоту на монстров, и битва всех против всех. Жаль, что вместе могут играть максимум шесть участников, так что массовой резни не получится. Кстати, на арену персонаж телепортируется прямиком из игры, а потому авторы рекомендуют прокачать его как следует. Если верить Хиранобу Сакагучи, он вложил в The Last Story не меньше творческих сил и времени, чем в седьмую Final Fantasy. Поэтому он ничуть не жалеет, если именно этим проектом завершится его карьера. А так это или нет, мы узнаем уже скоро, 27 января. Хотя, согласитесь, название The Last Story 2 звучит совсем уж абсурдно.